Господи Иисусе Христе Сыне Божий, благослови наши занятия. Ручки, кто берет вот обратно, сюда потом положите. Понятно? Это ручки для раскрытой школы. Взяли, вы не приклеивали. Сейчас ничего не рисуй, только слушай. Да, у нас не рисование. Это не урок рисования. Да. Мы списали. Так, давайте повторим предыдущий стих, какой я вам задавала. Кто записал его себе? Вспоминаем. Еще до приезда митрополита у нас было с вами занятие, а он задавал стих из Библии. Какой стих? Матфея. Матфея 12-6. Да, правильно. Матфея 12-6. Фруся, где твоя тетрадочка в воскресной школе? У нас уже вот сколько занятий прошло. Тебя я вижу, поставить тетрадку. Спрашиваю, что ты послешь? Угу. То есть всего два, и те не выписаны. То есть ты ее домой-то носила, нет? Нет. Вот все занятия возьми у братьев, он у Нестора, у него все записано. Вот это вклеить, можно вот сюда ее приклеить, не обязательно тут место занимает. Все места из писания выписаны, побольше места оставляй, вдруг не хватит. Угу. И все их учим. Потому что сразу это будет много, а по одному это не так сложно, что... А мне такое место, что не дали. Ну, дам по еще, если сегодня найду, я тебе дам. Так, кто выучил этот стих? Я его не взяла распечатан, но он у меня там на полочке лежит. Ну, Нестор, выучил? Не выписал? Дай тетрадочку посмотри, на чем у тебя закончилось. Занятия. А, это взрослые занятия тут, да, наверное, выслые тоже места из писания. Да. Так, вот дети, повинуйтесь родителям своим. Хорошо. Ива, тоже не записываешь то, что задаем? А зачем мы тогда записываем? Тетрадки завели. Ну, давай. Матфея 12, 36, 37. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день сюда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Ваня, Нестор, кто не записывал, записывайте. Матфея 12, 36, 37. Отступи побольше и дома выпишешь. Возьмите Библию, выпишите и выучите. Я у вас в следующий раз спрошу. Хорошо? Самые здесь такие слова, которые вы наверняка слышали. От слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. Дай, она не пишет тут одна ручка. Вот. Она не пишет, Фрось, я ее набрала. Дай ей ручку надо пишет. И ручки нету, да? И эти не работают. Работает. Вот. Еще кто выучил? Ты выучила? Матфея 12, 36. Говори же вам. Где я такое выучила? Где я была? Говори, какой выучила. Кто варя тоже. Так я сделала замечание. Нигде так в школе нельзя сидеть. Руки должны быть вот так вместе. Рука к руке. Ну-ка поставь. Покажи как. Вот так вот. Я смотрел в мусульманских школах. Раньше было. Вот. Сели? Срайся спинку ровно держать. Говори, какой выучила. Я на место забыла. Говори уже это место. Давай. Я говорю тебе. Вот тут я забыла, а все остальное помню. Ну, говори, говори, что помнишь. Там. Ибо я говорю вам. Любите врагов ваших. Это ты хотела? Вроде бы, по-моему, да. Ну, говори. Нет. Другое что-то было. Ну, то есть ты сейчас не будешь ничего говорить. Это где? Там. Понятно. Говорю там. Вот так ты говори, или ты не будешь нам говорить. Ну, ты знаешь, как он там? Ну, все понятно. Я маме твоей скажу, какой стих мы учили. Матфея 12, 36, 37. Давайте сейчас его все вместе прочитаем. Давайте я вам принесу. Его буду держать. Его у меня есть. Я попутно спрошу, у кого платочка нет? У тебя почти наверняка скажу, у проси нет. Она платком утирает, на руку мотает. Ну, разве-то хорошо. Ты же уже выросла взрослая. Я подсказываю. Платочка нет. Сопли вытирает этим платком. И на руку, и на голую руку. Ну, что ж такое-то. Вы учите, главному элементарному поведению научите. Хотя с тобой никто за руку не будет здороваться. Иначе прилипнет к соплям твоим. Смотрите, насколько это негигиенично. Чихать в руку. А потом этой рукой ручки трогать, выходить будем. Другой здоровый человек, так же ручку эту потрогал, всех бактерий себе на руку взял. Посмотри, как она руки держит. Посмотри, я сейчас сказал об этом. Луки вот так вот держите. Так, положите. Не крест-накрест, а рядом вот так, рука на руку. Я скажу, это самое правильное. Во, сестренка как. И получается распространение бактерий. Сопли смахнули, чихнули в руку. Капельки вылетели с бактериями, с вирусами. Все это размазали. Вот Полина, ее мама научила. Если хочешь кашлянуть или чихнуть, а ничего под рукой нет, лучше даже не в ладошку это все не размазывать, а всегда вот себе в локоть. Вот так раз. И все. Вы же локтем дверь не пойдете открывать никуда. Все это сюда на вашей одежде осталось. И на руках, и никуда не пойдет распространение. Понятно? А если в платочек, то в платочек. И чихать, и кашлять, прикрываться. Вот такой стих. Читаем. Все вместе. Всем видно? Пором читаем. Давайте. Говорю же вам за всякое правное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Слышали такую фразу? Да. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. То есть как важно, каждое слово, которое вы произносите, оно может пойти вам в осуждение и наказание, а может пойти вам в оправдание. Поэтому как нужно, как важно подбирать правильные слова, когда говорите. Где бы вы ни находились, слышат вас, видят, снимают, фотографируют. Всегда нужно помнить о том, что невидимый Бог присутствует, ангелы, бесы рядом, которые ангелы записывают в одну книжечку, бесы записывают в другую книжечку. Добрые дела и худые дела, все ваши записаны, все ваши дела будут видны на страшном суде. И чтобы не было вам осуждения, думайте прежде, чем что говорить. Особенно, когда говорите какие-то слова, когда хотите кого-то обидеть, подумайте 10 раз прежде, чем друг на друга что-то сказать. Слышите? Чтобы эти слова на страшном судении пошли вам в обвинение. Понятно? Вот особенно вот это, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Запомните их. А лучше выучить весь стих. Это было повторение прошлого занятия. Кто не выучил, будет двойное задание. На следующее занятие учим вот этот стих. Запишите себе. Псалом 118, стих 11. Варя, дай ручку. Псалом 118. Вот внизу подписано. ПС, это значит псалом. Псалом 118, двойточие 11. Записали, да? Все это выпишите. Сейчас не надо не торопиться выписывать. Дома сядешь, спокойненько и выпишешь. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Сокрыл это что значит? Поместил в свое сердце, как в сокровищницу, да? К себе в сердце. И там копить слова Божие. Чтобы всегда они были при вас. Чтобы они запомнить их, чтобы они в сердце хранились, их хотя бы надо прочитать, запомнить и повторить. Тогда они останутся в сердце. В сердце это образно, не значит там сердце. Это насос, там кровь качает. А в каком смысле сердце? В нашей душе, в нашей памяти. Мама, а я с большой буквы? Нет, это псалмопевец говорит. Он, Давид, про себя говорит. Здесь не Бог сокрыл свое сердце. Богу зачем в своем сердце слова Божие закрывать? Он же Бог, это его слова. Они исходят у него из сердца, нам, или записаны в Библии. А это псалмопевец. А псалмопевец нам дает пример. Псалмопевец Давид. Он пример нам подает своими псалмами. Как каяться, как благодарить Бога, как славить Бога. В его псалмах, вот здесь вот его псалмы написаны. Вон, псалом. Блуха уже стерлись. Да, вот там, 121-2. Псалмы, это же песни, стихи на еврейском языке были, да? Они там, наверное, в рифму были. Он их пел, играл на псалтыре. Это музыкальное произведение. Вот этот псалом, я буду спрашивать в следующий раз. Слышишь, Псалмопевец? А это приклей, выучите. Молитва. Сегодня у нас короткое занятие. Игнатий, Тихонович, хочешь слово сокрыть? Я хотел толкование дать немножко. Стерца сокрыл. Сокрыл, это означает слово. А у него там живо. Человек наполняет свою жизнь знанием. Иногда он говорит. Говорит, это значит языком. Произносит слова, сотрясает воздух. Это святые подметили так. И когда человек что-то делает, я не знаю, как и заругался. От избытка сердца, говорят, уста. Это как человек залез в яму, а язык как лопата выбрасывает эти слова. Хорошие или плохие. Если человек верующий, тебя внезапно только так напугали его, а у него сердце, слово, он Библию знает, у него сразу Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помил меня грешен. А неверующий, а неверующий сразу заматерился. А почему? У него переполнено этим. Тут дело такое еще. Так, поверните. Тут дело такое. Одна из ваших учениц, как мне стало известно, из достоверных источников. Она пошла там к своим неверующим и уже пользуется косметикой. Это никуда не годится. Значит, уничтожить это все нужно. Это никуда не годится. Если Бог не дал тебе здоровья, не дал красоты, Иоанн Златоуз говорит, на полтинник ты ее не купишь. Если ты мажешься, то еще отвратительней будет. На наших, когда смотрят люди, говорят, вот настоящие христианки, а не то, что сходила в душ, помылась, я говорю, я даже не узнал, а кто? Ну и килограмм краски был. Это верующие наши, с ними идут занятия. Значит, у вас в доме эта мерзость не должна даже находиться. Мы христиане. Мы не должны накрашиваться, как мусульманские женщины. Если в одном они хороши, то в другом никуда не годится. Украшения разные. Твое украшение, Слово, которое внутри. И что бы ни коснулось, ты сразу нужный стих всплывает. А вот как говорится. Так, как родители, мы сразу. Блажение, чистое, сердце. Ага. Будешь долголетен на земле, здоровье хорошее, ты будешь щитить родителей. А если отец там пьяница, молись за него. Тебе не дано выбора. Ты ничего не можешь сделать. Ты только должен углубиться в молитве. У тебя в сердце Слово. Ты его сокрыл. Сокрыл. Но самое маленькое какое-то движение, ты сразу знаешь, о чем сказать. По Слову Божию. Притом это неопровержимо. Что такое? Надо быть сердце, чтобы только сердце было чистое. Ну, в смысле сердце. А еще что? И душа. И душа. Ну, сердце... Все должно быть чистое. В верующем человеке все должно быть чистое. В верующий человек о всем заботится. Сердце здесь и подразумевается, что сердце это наша душа. Никто же не знает, где душа находится. Одни говорят, вот где-то вот здесь вот под ямочкой. Кто-то говорит, душа в сердце. Кто-то еще где-то, да? То есть душа внутри нас. И часто душу называют сердце. От избытка сердца говорят уста. А сердце, слова же не содержат. Потому что в сердце находится. Кровь, да? Сердце качает кровь. Если сердце остановится, кровь перестанет сбежать. И человек, знаете, через уже совсем маленький промежуток времени умирает. Если сердце не будет работать. Понятно? Вот какая-то часть тела. Может, человек даже, например, ему ногу бывает ампутирует. А он живет без нее. Вот, знаете, у папы руки не было. Он с войны вернулся. У него было ранение, там, заражение. И мы руку сначала половину убрали, а потом всю убрали руку. И он без руки жил. У него семья была, он еще молодой был. И дети, и все. А вот если сердце остановится, все. Человек умирает, говори. А что если человек умрет, а сердце заново забьется? Он оживет? Нет, уже. Ну как он забьется? Бывает, что у человека сердце остановилось, ему что делают? Искусственный массаж сердца делают. А если это не поможет, а потом сердце само умирает? Само уже все. Потом оно само сердце уже, оно уже тоже кровью питает. Кровь приносит питательные вещества. Оно уже начинает умирать, его уже запустить. Ну, практически невозможно все уже. Практически? Да. Исторожно? Ну, наверное, нет. Я так думаю. Может быть, еще дойдет технология, чтобы у мертвого потом сердце работало? Ну, не знаю. Может быть, доживем до этого. Вот он, Северис. Он выучил стих из Библии, да? Да. Так, я сейчас у Ксюши посмотрю. Давайте повторим стихи, которые мы до этого учили. Я посмотрю, он забывал его зрение. Стих я вам задавала Матвея, 16-18. На семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Помните, у нас был урок, посвященный, что такое церковь? И там был такой стих, который Христос сказал. Какому апостолу он об этом сказал? Петру. Петру, правильно. Апостолу Петру сказал, на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Кто произнесет этот стих? Давай. На семь камней построю я церковь мою. Я создам. Создам я церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Так, врата ада не одолеют ее. Это Христос сказал, что церковь будет создана, и она никуда не денется. Никто ее не одолеет. Никакие силы зла не сделают так, что церкви не будет. Понятно? Хоть будет малое стадо, но будет истинно верующих христиан. Понятно? А христиане, значит, последователи Христа. Ваня с Нестором могут повторить этот стих? На семь камней. Еще маленькое слово. В сердце сокрыл слово твое. Когда любят Бога. А кто любит мирское в миру, то нет любви очень. Главное – любовь. Так любви-то нету. Кто любит мир? А краситься, разные сережки – это от мира. Пророк Исаия сурово это обличает. Ты накрасилась, то другое, от тебя зловоние сейчас идет. Ты разные пончу надела, я сделаю грязными лохмотьями. Ты под поясом золотым поясом, я тебе сделаю беревкой. Волосы набила, я тебе плеш сделаю. Это Бог говорит. И поэтому сердце сокрыл слово. С какой? Не грешить. А ты врата ада не одолеют. Кого? Церковь. А мы и есть церковь. А врата уже одолели. Врата ада – это то, что влечет в ад. Это дружба с миром, есть вражда против Бога. Так я не против Бога. Вражда против Бога. Твоя мазня – все это вражда против Бога. А для чего женщина красится? Мы, дети, должны знать это. А для чего? Я одно и сказал, так она обиделась. Это не надо скрывать. Это Ян Златоуз говорит. Если Бог не дал красоты, на полтинник не купишь. А Ефрем Сирин пишет. Для того, чтобы завлечь чужого самца. Это дети с ранних пола, редко знали. А сейчас она не знает. Она впала в грех и не знает. Они должны знать. Из дома должны все это выбросить. Я сделаю последствия, и это будут для вас неприятные. Два мужчины в доме. Чего же так распустили вожжи-то? Врата Ада в дом вторглись. Врата Ада – та сила, которая в ад тащит. А что, мир? Мир сразу тебя узнал. Тебя любой схватит, потащит. И с помощью от Бога не будет. Повторили стихи из Библии. Выписать. Следующее занятие, скорее всего, дядя Игорь с вами проведет. И потом я проверю опять все ваши стихи. Слышите? Предыдущие нужно тоже повторить. Все. Молимся. Ой, пойдемте. Все, в храме будем молиться. Давайте сейчас скажем благодарение Господу. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты сподобил нас собраться здесь на это коротенькое занятие. Поговорить о Слове Твое. Сохрани нас, Господи, помилуй. Слава Тебе за все во веки веков. Аминь. Пойдемте потихонечку. Заходим в храм. Тетрадочки мне отдайте. Я занесу, на стол положу. Разберем. Разберем. Тебе, Господи. Яко позабайте всякая слава, честь и посланение Отцу, и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и вовлечий веков. Аминь. Благослови, Илюшебая Господа, благослови, Илюшебая Господа. Благослови, Илюшебая Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, Благослови, Илюшебая Господа, и вся внутренняя моя имя святое. Благослови, Илюшебая Господа, и вся внутренняя моя имя святое. Благослови, Илюшебая Господа.